Я когда еду на лаги, прям могу рэп про них читать, прям прямо. Переключение просто фантастическое. Так и так, всем привет, добро пожаловать на тест-драйф, извиняюсь, что щурюсь, но сегодня погода прям такая яркая и заранее могу сказать, что не доехали с мойки абсолютно чистыми, потому что все тает, дороги мокрые, так что заранее. Извиняюсь, сегодня у нас на тест-драйве Volkswagen Tire NX в максимальной комплектации стоит такой автомобиль примерно 5,5 миллионов рублей, за более подробной информацией по ценам ссылочки я оставлю в описании, пройдите, посмотрите различные варианты. Сегодня полностью расскажу про этот автомобиль, замерим расход, динамику, салон посмотрим, оценим управляемость и там про внешний вид поговорим и сделаем. Выводы, видите, вот, друзья, вот разбавляю я китайцев Volkswagen, да, то есть уже ваги, в принципе, у нас уже была Skoda, то есть я исправляюсь, у нас сейчас еще появится несколько интересных Audi, вот, поэтому китайцы, вот мы так пытаемся, я пытаюсь вот этот все свой модельный, видеомодельный ряд немножечко уже, по вашим просьбам, адаптируясь к ним и больше вагов, больше нормальных автомобилей, будто бы у прекрасные тоже тачки. Значит, смотрите, внешне этот автомобиль, хочу сказать, что, что если мы, например, будем сравнивать с обычным Tiguan, который вы все прекрасно видели, в каждом дворе он стоит, то эта машина немножечко пошире, немножечко подлиннее, у нее чуть-чуть побольше база, в принципе, визуально это незаметно, но по цифрам это так. Единственное, в чем она уступает Tiguan, это пониже она, то есть она такая расплюстанта, спортивная, интересный дизайн, видно, что R-обвес такой злостный, красивый, ну что-то вроде тугелы, вот мне вот как-то вот по размеру что-то так это напоминает. Спортивный, стильный, интересный, огромная панорама сразу видно, везде LED-оптика, естественно, тормоза везде деревянные, хотел сказать, естественно, везде у нас дисковые тормоза, опять тут задница чуть-чуть мы испачкали, вот я не понимаю, для чего, друзья, для чего делать вот этот искусственный выхлоп, ну это же как-то вот, ну не смотрится, на мой взгляд. Сзади у нас гордые таблички TSI, соответственно, говорить о том, что у нас здесь топовый 220-сильный мотор для этой конфигурации, полный привод, как мы видим, есть еще переднеприводные комплектации, опять же, вот говорите, 5,5 миллионов цена за этот автомобиль, но это цена за максимальную комплектацию. Есть еще куча вариаций, там, передний привод, менее такие, навороченные комплектации, но я конкретно говорю, прям максимальную, которая есть на данный момент. Ну, интересный автомобиль, естественно, ну вот на мой взгляд, все-таки, это как, ну я бы вот обычный Tiguan в Airbus, мне кажется, смотрится лучше, но это более спортивное, не стандартное, да, то есть вы будете выделяться из потока, если вы будете ехать на обычном Tiguanе, вряд ли вас кто-то заместит, а тут такая задница красивая, и светится он, вот я вот, в Telegram выкладывал видео, как он там, у него Volkswagen, значки, подсветка везде, то есть тут ручки подсвечиваются, то есть с точки зрения вау-эффекта в темноте он смотрится круто, вот это вот представление ночное, вот когда ты заводишь машину, там, играет, то есть такое интересное есть некое шоу, но знаете, она же еще и в Китае продается, поэтому китайцы очень любят такие все вещи. Под капотом, друзья, ну я не побываюсь этого слова, это лучшая конфигурация для бага с поперечным мотором, то есть это когда мотор у нас стоит поперек, соответственно, коленвал туда, и у нас, как у переднего привода, привода прям к передним, а задний, за подключение задних колес отвечает муфта Haldex, то есть это прекрасный TSI 220 сил, мотор супер классный, супер крутой, плюс 381 DSG, просто шедеврально нереально крутая коробка, то есть она легче, чем DQ500, такая же надежная, то есть это следующее поколение, машина едет лучше, шьется она лучше, быстрее, в целом экономичнее, чем DQ500, уже DQ500 такой, если можно сказать, олдскульная DQ, надежная, классная, ее ставят на дизельные мультивены, она держит хорошие моменты, но тяжеловато, и она достаточно большая по размеру, DQ381, все то же самое, но легче, эффективнее, в общем и современнее, то есть это лучшее, что может быть вообще на Volkswagen или на Skoda с поперечным расположением двигателя, хотя других там не бывает, чипуйте, наслаждайтесь, шейте 300 сил, без уменьшения ресурса, как я говорил, 330 сил даже, то есть графики я показывал, рассказывал про доработку, когда я про Кодиак снимал, просто супер, классно, плюс еще машина легкая, сегодня все-таки мы научимся здесь отключать стабилизацию, все-таки у нас будет лаунч, и мы покажем какое-то интересное время, потому что в прошлый раз с Тайроном в такой же конфигурации мы не смогли показать нормальное время, плюс он тяжелый, нас еще там Черри Ариза 8 нахлопал, даже не хочу вспоминать, с этой машиной, я думаю, такого не будет. По подвеске все классно, естественно, сзади многорычажка никакой балки быть не может, потому что машина у нас полноприводная, но в целом тележка, рулежка фантастическая здесь, это вот прям то, что нужно настоящему ценителю кроссовера, плюс я сейчас ехал, мы узнали, что здесь давление 3,3, и она была мягкая, то есть вот сейчас давление 3,1, 3,2, я не знаю, почему эта тестовая машина перекачана, но даже тогда она мне показалась мягкой, поэтому с точки зрения вот рулежки, даже вот не ездив в пределе, посмотреть физические, технические характеристики, она будет рулиться лучше, чем Тигуан, потому что у нее чуть-чуть побольше колесная база, то есть она будет более комфортной, чуть-чуть пошире колеян, прям, вот эта тачка, если вы хотите вот прям вот высокую, быструю машину, блин, ах, ее сейчас занизить чуть-чуть, будет вообще волшебная, можно не занижать, но главное, нам не забыть давление строить, пусть что 3,3, это перебор, в колесах, так, ну все, все рассказал, друзья, мотор прекрасный, на стейдж 1 будет из 5 секунд выходить, как дети из школы после уроков. Вот так вот сегодня рекорд будет, ну все, держитесь, ни один китайец не правит сегодня. Все, итак, друзья, значит, смотрите, то, о чем говорю, пожалуйста, тестовая машина, 3,1, 3,1, 3,0, рекомендованная здесь 2,4, потом кто-то едет и говорит, блин, такой жесткий, вот моя Веста, типа, лучше едет, просто мы сейчас, я, конечно, не смогу передать, насколько улучшится комфорт, но поверите, если сделать до допустимых значений, вы поймете, в чем разница на самом деле. Далее, значит, что можно сказать, в чем хороший лак, на самом деле изначально, в том, что, друзья, это, как я говорил, это очень продуманно, это уже много ошибок сделано, это работа над ошибками всегда, уже лет 10, с того момента, как они начали вот эту платформу делать, TSI, DSG и все остальное, по салону, климат-контроль здесь вообще самый лучший, премиальный, который есть вообще в автомобилях. И в Porsche такой же климат дует, и там в Audi везде, и в Bentley даже, то есть это работает везде, и многие там блоки питания, которые здесь есть, там увидите, там, название, например, Audi можно увидеть, или еще что-то, поэтому здесь очень хорошо, по крайней мере, с точки зрения, там, обдув, климат, вентиляция, подогрев, там, руля, все остальное, это все очень классно, и это же стоит в топовых вагах, поэтому с точки зрения вот этих потребительских качеств, качества, вот есть опция, но есть еще качество этой опции, как подогрев, как вентиляция, как массаж, как климат, как проекция, которой здесь нет, как там, не знаю, много чего, качество музыки. Помимо того, что опция есть, вот некоторые там, есть, там, китайцы, за там, за три ты получаешь все, но качество работы этой опции, оно тоже имеет значение, потому что вот климат-контроль, например, это просто вот космос между работой и климат-контролем в некоторых машинах. Те, кто знает, там, в зиму ездят на некоторых, типа, машинах, там, некоторых китайских брендов, меня понимают, вроде бы все есть, а вот в ноги не додувают, или там, окна замораживают, или запотевают. Тут ваговский климат, он всегда классный, и каждая опция, которая здесь есть, фары, LED, музыка, как я уже повторял, все, электропривода, не шумно работают, все работает на 100% эффективности. Вот как они используют, вот, каждую каплю бензина, которую вы оплатили с точки зрения эффективности, разгон, динамика, также каждый ваш рубль, который вложен, он будет на 100% покупаем. Потому что немцы все-таки очень в этом плане большие молодцы, несмотря на то, что эта машина в Китае собрана, в любом случае, это все по их стандартам. Китайцы, кстати, много от этого берут. Так, значит, посадка, ну, мне все нравится, то есть, места дофига, вот, смотрите, вот локти, я локтями вообще не достаю, то есть, вот, то есть, я даже обивку не задеваю, то есть, вот это для меня достаточно хороший показатель. Огромный монитор, камера 360, как вы здесь видите, автоматическая парковка, несколько режимов езды, но это я вам на ходу покажу потом. Дальше идем, ну, все классно, естественно, быстрейшая мультимедиа, навигация Apple CarPlay, Android Auto, все работает очень круто, есть функции, которые актуальны для Китая, там, очистка функций и все остальное. Монитор реагирует на руку, как вы видите, ну, у нас тут пленку немножко подтупливает, не будем, куча приложений, настройки всего, меню, также здесь мы, например, ну, видите, тут еще китайские иероглифы, их надо, мне кажется, перевести потом на английский. Быстрые панели сдвижные, где мы можем регулировать и климат, и звук, и все остальное, то есть, выводить сюда можно все, что угодно, что вам нужно. Я бы, например, сюда функцию отключения стабилизации вывел, поэтому все классно, приборы тоже, естественно, они не изысканы, вот проблема в том, что Volkswagen и Skoda как будто сделаны так, чтобы вот место оставалось для Audi, для Porsche, то есть, они не показывают вам кино, так скажем, здесь, и нет каких-то там супер вещей, но все четко, все не перегружено, то есть, можно цвета менять, то есть, они, я уверен, что меняются, например, от... Видите, это Snow, это он, а, вот Sport, вот Smart, Sport, давайте Custom посмотрим, что у нас в Custom, здесь мы, да, у нас электроуправляемые амортизаторы, здесь у нас все в норме, то есть, steering, это руль, соответственно, полный привод, drive terrain, соответственно, как у нас муфта работает, преднатяг муфты, потому что в эко-режиме она немножечко у нас распускает, так скажем, ну, машина в основном переднеприводная, опять же, есть, есть у нас регистратор здесь вот для того, чтобы ставить, потому что здесь USB-вход на террамонте было, регистратор можете сюда сделать, опять, я думаю, у нас будут проблемы, а, 220 у нас есть, два Type-C, подлокотник, подстаканники, руль, классный, удобный, с надписью R, здесь у нас мы можем смотреть меню бортового компьютера, обзор 360, очень удобно, что сюда вывели, здесь у нас установлен подогрев руля, что нестандартно для китайских комплектаций, значит, стекла одинарные, подогрева лобовухи я не вижу, есть, естественно, обдув лобового стекла, кнопочка глонасса сюда вывезена, я так думаю, что здесь каких-то мест все-таки не нашли, а, вот, видите, то есть, ну, через пленку было бы по-другому, вот, то есть, в принципе, все, давайте сядем назад, а по расходу, по всему остальному покажу, когда мы поедем, но тачка супер, я сразу могу сказать. Итак, друзья, я достал свой ГТР, и сейчас весна, период обильных осадков, и в этот момент, конечно, очень важно, чтобы у нас щетки работали правильно и эффективно, особенно на высоких скоростях, как, например, на этом автомобиле, поэтому нужно всегда следить за тем, чтобы они были новые и эффективно очищали лобовое стекло. Друзья, обратите внимание, если вы покупаете две, щетки автоприбор, до 10 мая вам начисляется 100 баллов на карту лояльности Лукоэла, я считаю, это очень выгодная акция. Итак, друзья, на самом деле я удивлен, что на заправке есть дворники на ГТР, здесь они такой специфической формы, обратите внимание, одна подлиннее, другая покороче, и, соответственно, вот они по длине идеально подошли. Щетки выдерживают диапазон температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Поэтому, друзья, я считаю, что эта акция очень выгодная, и заправился, и кофе попил, и щетки поменял, и еще с большой выгодой. Поэтому, друзья, до 10 мая эта акция актуальна, вся информация по ссылочке в описании. Итак, друзья, смотрите, сзади, опять же, сажусь сам за собой, но места много, мой рост уже метод 93, естественно, есть дефлекторы задние, опять же, все сделано идеально, климат-контроль отдельный, у нас две USB, дефлекторы, подстаканники, подлокотник, и подушка нижняя, она достаточно длинная, то есть сидеть комфортно, плюс у нас еще есть, я так понимаю, регулировки сидений вот этим вот, то есть у нас есть доступ вот так назад, то есть у нас четкая фиксация, плюс вот эти сидения у нас, естественно, угол наклона спинки, они регулируются, то есть мы можем чуть откинуться вот так, и места будет вообще просто больше, ну, ради сохранения багажника, грубо говоря, можете и вот так вот сесть, но все-таки тут даже три положения. Забыл сказать, что из Луидора, по поводу гарантии, естественно, если вы покупаете новую машину, обслуживаете у них, у вас будет, у них будет гарантийное обязательство, в два года, по-моему, или 150 тысяч, ну, точно я это сделаю, то есть, ну, точно это будет, плюс, естественно, одни, одни, единственные, по-моему, в России, и они находятся в Нижнем Новгороде, кто вот так вот были дилерами, не просто продают оптом эти машины, то есть, ну, решили, вот раньше колбасой занимались, а сейчас, например, решили Вольксвагены навозить, они были дилерами, то есть, и они продолжили это делать, плюс они все это делают на официальном дилерском оборудовании, которые были, которые у них были, плюс команда людей также работает с ними, которая была уже, то есть, они не только Вольксвагены вчера начали, поэтому у них там история, там, они там третий по России были, поэтому вот к этому продавцу, если вы хотите Вольксваген, нужно обязательно присмотреться, во-первых, у вас других вариантов нет, а во-вторых, это действительно люди с опытом по Вольксвагенам, я даже вот у них был, я показывал, рассказывал, там, они и гольф собирают, да, не просто для какого-то результата, а там, любители вагов, то есть, да, то есть, я очень там, они понимают, что такое, там, 381, что такое мокрое сцепление, что такое сухое, когда ставится, то есть, приятно было пообщаться, то есть, не знаю, если я буду покупать Вольксваген, я куплю новый, то есть, я куплю, наверное, только у них, вообще никаких вопросов нет, это я смело могу рекомендовать вам этих людей, потому что, как говорится, один вагодрочер всегда друг другу поможет, все, смотрим багажник. Так, ключ у нас, друзья, достаточно обычный, то есть, у нас вот есть, ну, и жало такое, ну, конечно, вы воображение не поразите за столом, что у вас такой ключик простой, но три кнопки закрыть, багажник и открыть, соответственно, электропривод, естественно, открывается вот такая ниша, здесь у нас домкрат, знак говорения остановки, баллонник, мини-сабвуфер такой в докатке, и докатка у нас установлена, плюс отсюда вы можете сиденье складывать, и практически это эффективно, универсально получается, поэтому к багажнику никаких вопросов нет, объем видите на экране, убираете полку, тут у нас что? Тут у нас крючочки, подсветочка такая небольшая, ну и все, класс, ну вот что, ну нормально, то есть, нельзя, это, конечно, не Шкода, Октавия, ой, это, конечно, не Октавия, там, не Суперб, универсал, но для такой массы, такой конфигурации, колесной базы, багажника хватает, то есть, мне вот вопросов никаких нет, он большой, объемный, надо будет вот так сложить, и, соответственно, соберете все. Тут, друзья, видите, какое, опа, ключ-то специально для того, чтобы резину травить, ну и что, это же прям супер. Все, нормально, видишь? Друзья, обычно так делают перед выездом на бездорожье, вот этот звук уже ассоциация, сейчас будем фигачить просто. Данлоп, друзья, данлоп у нас, ну понятно сейчас, нормально все поедет, давай, что там? Ну, вообще, друзья, по-хорошему, если вы хотите идеал, то есть, на переднеприводной компоновке, например, если у вас мотор поперек стоит, то вам надо перед делать, типа, 2.5, а зад 2.4. Едем, друзья, сбросили все, все данные, едем в комп, тут нет комфорта, есть просто нормал, значит, обожаю, когда рычаг обобщу, мне эта тачка нравится, просто вот конфигурация, рычаг нормальный, не такой мини-джойстик, как сейчас любят делать, просто кайф. Еще нормальная резина, друзья, вот сейчас, ну просто вот, ну реально мы мягче машина стала, до 2.5, опустили давление, хорошая летняя резина Данлоп, да, в Китае она сделана, ну как машина тоже собрана в Китае, но вот сейчас она прям стала мягче, прям чувствуется это, у нас хороший зацеп, я думаю, у нас будет хорошее время, потому что мы научились отключать стабилизацию, я думаю, что все будет хорошо, сейчас зафиксируем расход, пока у нас он 26 литров, ну это понятно почему, в остальном, естественно, идеально, все классно, асфальт сухой, скоро надо будет уже двинок достать, так, едем дальше, расход падает. Напомню, что у нас Тарамонт Икс показал, не смогли мы в нормальном городском режиме, не гоняя, не ускоряясь, сделать около меньше 10 литров, ну чуть-чуть, прям 10.9 было, надеюсь, что здесь у нас будет все намного проще, машина легче сама по себе, хотя плюс-минус конфигурация такая же. В остальном у нас большие зеркала, все очень хорошо, все чувствуется, все видно, не испытывая каких-то проблем там по габаритам, вообще размер этого автомобиля достаточно идеален для меня, то есть он небольшой, юркий с учетом, имеет легковую управляемость, опять же, ассистент полос нам все-таки предупреждает о том, что мы меняем полосу, это интересно, то есть если мы, например, попробуем сейчас ехать, он нас скорректирует, я думаю. Нет, не скорректирует. Тормоза идеальные, ваговские, в общем, одни плюсы я вижу, вот пока одни плюсы. Усилие на тормозах, на моторе, на коробке, хочешь городская, хочешь спортивная, прям супер. 13.3 расход падает, надеюсь, он будет меньше 10 литров. С другой стороны, машина едет, я так думаю, на секунд 5 с чем-то, добиваться от нее расхода типа не меньше 10 по городу, ну это хорошо бы было на самом деле. Я верю, ваг, ваг может. Пока мы смотрим расход, значит, смотрим, как у нас по трассе все происходит. 120 и 2000 оборотов, ну неплохо, в принципе, для трассы это хорошо будет. Не слишком длинная, не слишком короткая среднячок. Дальше выходим в D, в обычный, продолжаем ехать. Думать, когда же у нас расход немножечко, как она перекидывается, классно. Так, а там Мазда, смотрите, он ускоряется, но мы пока не будем сбивать расход. 13.5. Что-то мне кажется опять, ну, друзья, у нас, блин, пробег на машину не могу посмотреть, можно сказать, что это обкатка, но 14.13. Ну, давайте сейчас еще раз проедем, что если он будет расти, он уже растет в горку, меньше не будет. Нет, меньше 13 не будет расход по городу. Мы сейчас смотрим. Ну, может быть, это еще обкатка здесь, может, потом он упадет. Но вот фактически из того, что у нас есть, меньше 13 точно не будет. Потому что я еду так, хочу, типа, немножечко удивить вас расходом вагона, но это пока не получается. 13.3. Ну, в общем, друзья, 13 по городу будет, реально расход. Ну что, давайте попробуем раскочегарить ВС-режим. Переключается. Сейчас буду... Вот уже пошло, вот это вот надувная прям. Ну-ка, давайте, давайте. Переключение просто фантастическое. Просто не... Прям еще бы выхлоп, чтобы с прострелами было. Прям чувствуется, эта тачка хочет прошивки и просто хочет нормальный выхлоп. Просто чтоб... Как хлест, вот так вот. Вообще супер. И рулежка, и управление. Ну, тут да. Еще бы расход. Так, друзья, мы активировали спорт-режим коробки. Мы активируем сейчас лаунч. И пробуем. Давай! 6,6 6,6, друзья. Ладно, пробуем one more time. 6,7 Ну, нормально, наверное. Я, конечно, хотел быстрее. Быстрее, б***ь. Ну, так быстро. Ну, шить надо, друзья, шить. Суперуверенно на больших скоростях. Тормоза прям супер крутые. Я, когда еду на лаги, прям могу рэп про них читать. Прям, прям, как привет. Смотрите, как поворачивают. Я... Ну, прям, можно было на штидите, заехать, поворот, и все было ок. Нет, друзья, сейчас я посмотрю технические характеристики. Но я хотел из, типа, 5 с чем-то поехать. Ну, сейчас посмотрим, сколько заемлено. Ну, друзья, ну, вообще должно быть 7,8 у этой тачки. Так что, 6,6 с лаунча. Ну, как я и говорил, примерно лаунч дает секунду плюс к заводу. То есть, минус к заводу. Давайте посмотрим, как она у нас управляется. Ну, 6,6. Ну, нормально, друзья, ну, нормально. Ну, потенциал видно. Мотор задутый. Коробка вообще звереныш просто. Просто звереныш. Просто как будто по ДК от Порше у нас тут. Прямо, прям, вот, прям как будто по ДК. Злая, пипец. Умная. 300 сил сюда. 330, по-моему, там, стыч. Я даже делать ничего не буду, как она там на понижную переключает. Она в спорте сама все делает. Ускорение пошло. Автобус, проезжай, пожалуйста. Скорость хождения, штраф мы получили уже. Спасибо за то, что камеру поставили. 110 вход. Не дает, скотина. Не дает. Еще раз. Не дает. Хотя стабилизация отключена, но у нас в спорте. Я думаю, лаунч она активирует, но закинуть машину нам не дает. Но платформа очень крутая. Сейчас еще раз попробую, чтобы у нас тут место было. Но сейчас мы попробуем скорость прохождения поворота посмотреть, потому что 110 это очень хорошо. Пробуем еще раз. 100 на входе, держим 100. Нет, ну, 50 не дает. Ну, ладно. В общем, друзья, если вы хотите красиво проходить повороты, вот у меня с темой стабилизации вроде OFF написано, но она на самом деле в спорт. ЕСЦ в спорте. Вам надо научиться проходить, отключать полностью, потому что как бы вы ни хотели, Бог вам вас или там полностью не расслабит, потому что газ в повороте, даже если вы будете уже близко к Апексу на выходе давить газ, она вам не даст полный газ. Поэтому надо что-то делать. И крутые колеса вам не помогут, и платформа тоже. Вот опять же, вот едет, едет, едет. Оп. Еще раз пробуем. 60, 60, скоро держишься. Ну, держит она. 60 спокойно, прям впорот, вообще супер. Друзья, мы не будем сейчас высаживать оператора, чтобы показать вам, как она по плохой дороге, потому что очень грязно. Машина будет очень грязная. И, соответственно, все-все испачкается. Вот, поэтому просто проедем, посмотрим, как у нас мягкость работает. Потому что в прошлый раз мы там все просто измарались. Ну, даже... А у меня комфорт, коробка в спорте. Все, в комфорте, едем по плохой дороге. Несмотря на то, что у нас 21 колеса стоят, машина очень мягко проходит все это. Потому что, как я уже сказал, все-таки база большая. Дает из всех знать. Это не какой-то там попрогайчик, так скажем. Зайчик-попрогайчик, короткобазный. Это вот все-таки... Ну, вот оно. Вот так едем. Очень классная рулежка, что вы можете достаточно быстро и благодаря переменным там амортизаторам, жесткостью, вы можете достаточно быстро и эффективно ездить. И по плохой дороге, и по разбитой, куда-нибудь там к бабочке в деревню поехать и погонять, на гонки съездить, если у вас будет хотя бы стейдж-1. Универсальная машина. Платформа очень мне нравится. Собственно, мы... Я рассказывал про вот эту конфигурацию, когда у нас был Кодиак зимой, но тогда у нас было минус 30, было очень холодно, машина была на лете, а сейчас вот в полной мере мы можем ее оттестировать. Очень собранная, сбитая подвеска. Мне очень нравится, как вот едет. То есть, ну, могу сказать, что вот если, например, сравнивать с одноклассником, если взять из новых китайцев, например, ту же самую Тугелу, то вот эта машина будет предпочтительной по всем показателям. Комфорт, рулежка, все тут вот прям, несмотря на то, что там тоже очень хороший шасси, ну, оно такое же практически, как на Манжаро, здесь вот прям они молодцы. Вопросов тут никаких нет. И мотор, и коробка, переключение. Вот даже я забыл на спорт переключить, коробка автоматически понимает, что надо, и прям ускоряется. Тебе это напоминает Тигуан твоего друга, или нет? Или в чем-то есть разница? Ну, в целом похоже все. Ну, вот мы 150 едем. Здесь, может, сзади чуть поудобнее, за счет того, что скошенная крышей как будто сиденье чуть больше откидывает. Но они больше откидываются, там места больше, чем Тигуане сзади. Очень хорошо. Прям очень и очень хорошо. Прям она, ой, как она, как она хорошо для переднего привода рулит. Ну, для переднеприводной компоновки рулится. Прям вот одно сплошное удовольствие. Вот сейчас бы еще в Рапид не въехать. И реакция на рули тормоза. Вы просто будете вот получать от и до. Ну, по катушках мы выехали на Тайроне. Сейчас ходом нереально на нем, потому что такой песок очень, вот так скажем, не очень приятно. Поэтому, что мы сделаем? Мы попробуем по Валгарски с лаунчер взять и эту порту. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, я вот обращаюсь к потенциальным покупателям, особенно к вагодрочерам, которые хотят рассматривать Тигуан. Вот с точки зрения комфорта рулежки, я так думаю, даже лучше с точки зрения аэродинамики, потому что на высоких скоростях здесь она менее шумная будет, эта машина. Вот надо вот вам, скорее всего, Тарен Икс рассмотреть, потому что, ну, она мне понравилась больше, чем Тигуан, потому что на Тигуанах я на всех конфигурациях ездил, потому что, ну, опять же, дело вкуса, естественно, кому-то может нравиться, зализанная задница, нет, потому что здесь больше комфорта, она обладает всеми плюсами, как и Тигуан, то есть Деку 381, 220 сил, то есть это для того, для тюнинга очень хорошо. Немецкая продуманность, туда-сюда, но в отличие от Тигуана, у нее там оригинальный внешний вид, ее можно красиво сделать, потому что на Тигуане хотите вы или нет, вы теряетесь. Значит, у нее она более комфортная, она лучше рулится на хороших колесах, потому что у нее колесная база больше. Аэродинамическое сопротивление я уже сказал, потому что на высоких скоростях здесь будет тише. Сзади места больше и комфортнее сидеть, но я считаю, что вот я бы, наверное, взял это место Тигуана, плюс еще и на гарантии. Я вот сейчас думаю, вот мне вот эти вот рейлинги не нравятся, вот эта хром-линия, если их как-то можно убрать, может быть, я не знаю, но вот это хорошая заготовка для тюнинга, она прям будет ехать очень хорошо. Тормоза, то есть ваговские тормоза, рулежка, вот усилия, вот даже вы можете здесь сил 350-400 сделать, вы на этих же тормозах, вам их будет хватать. Хорошая резина, адаптивные амортизаторы, классные, работают очень круто. В общем, мне эта очень тележка понравилась, очень крутая машина. Прям вот, а для нормальных покупателей, что я могу сказать, ну, которые вот не вагодрочеры, это 100% лучше, чем любой-либо китаец, вот 100%. Вообще, их китайцы еще лучше не придумали, потому что ближайшие это Манжаро и Тугело, но там не хватает тормозов хороших, там не хватает связи коробки, опять же, мотора, ну, там продуманности по салону, бака там, ну, короче, вот это лучше, чем Тугело и Манжаро, 100%, но 5,5 миллиона. Поэтому, если вы рассматриваете что-то, я бы, наверное, вот, я бы, наверное, да, я бы, наверное, вот, да, вот, это, конечно, я бы, да. Вот, там, вы брошевые, там, наоборот, то, 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 и все. Интересная машина. Интересная. Ее в цветах еще обыграть, если она, там, черная какая-нибудь, прям можно, и морда прям в фольксвагенском, мне прям, как нравится, я без мат не могу. Я не ожидал, честно, я думал, какой-то выпердыш, там, типа, от фольксвагена, типа, вот, не до Тигуана, а это перед Тигуан, это перед Тигуан. Все, спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки. А, друзья, ну, еще раз хотелось бы благодарность объявить автосалону Луидор Авто за то, что они предоставили прекрасный автомобиль и позволили нам в 2024 году, когда нет нормальных пресс-парков и всего остального, в полной мере, в полной мере испытать этот автомобиль. Все, спасибо, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok